Нашел очень интересный, я бы даже сказал уникальный хостинг с единоразовой оплатой. Платим только один раз, если это веб-хостинг от 1250 рублей или рассрочка на год от 145 рублей в месяц. И все. И также есть WPS-хостинг, тоже разовая оплата. Ничего подобного я ранее не видел, предложение действительно интересное, уникальное. Давайте в этом видео подробнее рассмотрим данный хостинг, произведем регистрацию. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Ссылку на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. И давайте в этом видео произведем регистрацию. Также хочу отметить, что у данного хостинга есть тестовый период 14 дней и технический домен, чтобы мы смогли с вами протестировать работу данного хостинга, разместить здесь свои сайты и решить, подходит нам этот вариант или нет. Перейдем к выбору тарифов. Нажимаем выбор тариф. Нас перебрасывает на другую страницу. Видим три тарифных плана. У каждого тарифного плана внизу вы видите, что есть тестовый период 14 дней. Если у вас один сайт и вы только начинаете, вам подойдет первый начальный, один сайт, одна база данных, один гигабайт дискового пространства. Этого достаточно для одного сайта. И не смотрите, если даже вас пугает эта цена, это платить сразу не обязательно. Вы можете платить 145 рублей в месяц. Дальше базовый, соответственно, 5 сайтов, 5 баз данных и 5 гигабайт уже дискового пространства. И это уже 2 490 или 290 рублей в месяц. И есть тариф премиум. Единственное, здесь 15 сайтов и вот этот значок, обозначающий неограниченную базу данных, не совсем понятно почему, потому что если у нас 15 сайтов, то у нас 15 баз данных, больше нам и не требуется. Нажимаем на кнопку «Заказать» и произведем регистрацию на хостинге. Нам необходимо заполнить поля обязательные, помеченные красной звездочкой. Вписывайте свой рабочий имейл, пароль желательно сделать сложный. Здесь есть такая иконочка, кликаем по ней и у нас автоматически генерируется сложный пароль. Вы его на всякий случай куда-то скопируете и поместите в блокнот на компьютере. Нажимаем «Ок» и мы с вами попадаем сразу в панель хостинга. Далее мы видим эти три тарифных плана – начальный, базовый, премиум. Мы выбирали с вами начальный, а также может быть период. Триальный период у нас стоит, можно выбрать сразу месяц и вечный. Давайте использовать 14-дневный тестовый период. Нажимаем напротив на кнопочку «Заказать». Пока вы тестируете хостинг, автопродление, вы можете отключить. В любой момент потом сможете настройки эти восстановить, войдя в эту панель. После этого вы нажимаете на кнопку «В корзину». Итого, веб-начальный, оплата 0 рублей, нажимаем на кнопку «Активировать». Заказ обрабатывается. Пока у нас заказ обрабатывается, мы видим вот такую назойливую запись, что нам нужно подтвердить электронный ящик. Здесь кликаем по крестику, чтобы это сообщение нам больше не мешало, и перейдем в почтовый ящик. В тот ящик, который мы указывали при регистрации на данном хостинге. От данного хостинга нам приходят два письма. Активация мейл-адреса и регистрация нового пользователя. Давайте перейдем в «Активация мейл-адреса». Здесь необходимо для подтверждения, что мы не робот, перейти по ссылке. Кликаем по этой ссылке один раз. Подтверждение мейл. Нажимаем здесь «Ок» на этой странице. И у нас высвечивается сообщение, что аккаунт наш активировался и готов к использованию. Посмотрим на второе письмо, пришедшее от данного хостинга. Мы рады сообщить, что вы были зарегистрированы в системе с именем пользователя и указан ваш имейл. Напротив мы видим вот такую кнопочку «Инструкция». Нажимаем на нее. Здесь будет находиться для вас важная информация. Доступ к панели управления, доступ к FTP, NS сервера для домена и другая информация. Рекомендуется это письмо куда-то скопировать, сохранить на флешку. Давайте перейдем в панель управления, посмотрим на нее. Здесь есть такая ссылочка. Вы ее копируете и вставляете в адресную строку браузера. Видим вот такое окно авторизации. И также на этой странице ниже у вас будет создан уникальный пользователь и пароль. Вводим в эти поля. Копируем также пароль. Копируйте аккуратно, без пробелов. И нажимаем «Войти». И попадаем именно в ту панель, где мы можем производить какие-то манипуляции с нашим сайтом. Например, загрузить движок сайта на хостинг. Переходим с вами в левую колонку «ВВВ». Кликаем «ВВ домены». Здесь видим часть нашего имейла и имя. Это у нас корневая директория. Наводим мышь вот сюда, вот на этот вот значок. И здесь нам сообщение. Домен привязан к техническому домену. Сейчас нам нужен тестовый бесплатный домен, где мы можем протестировать наш сайт на работоспособность. Даже протестировать не сам сайт, сколько хостинг. И, конечно же, если нас все устроит, в дальнейшем мы зарегистрируем красивый домен. Соответственно, у вас вот здесь будет уникальный домен. Вот этот домен тестовый, ваш уникальный. Вы можете его отсюда скопировать, вставить в адресную строку. Вот я это сделал, и я вижу такую страницу «Приветствия». Сайт только что создан. Содержимое появится позже. То есть вместо этого содержимого у нас будет размещаться сайт, который мы с вами здесь разместим в следующем видео. Продолжение следует...